Добрый вечер! Давайте поприветствуем Джона Батисту и Stay Human. Вон они сидят. Вот он. Знаешь, Джон, так приятно снова тут с вами сидеть. Я, конечно, раньше тоже снимал передачи за границей, но никогда настолько не хотел поскорее оказаться дома. Еще раз скажу, милейшие люди, просто там странно. Странно, потому что ты знаешь, что есть вещи, которые тебе нельзя говорить и места, куда нельзя ходить. Ты знаешь, что за тобой наблюдают, понимаешь? И как я тебе уже рассказывал, когда стоял в том углу, на тот момент в новостях гремела информация о том, что у высокопоставленных американцев есть какие-то контакты с Россией. Но на этот раз этими контактами был я сам. Я был там вплоть до прошлого вечера. Эту поездку мы готовили несколько месяцев, так много всего. Мы целую неделю будем вам показывать, что я там отснял. Предполагалось, что вся поездка будет строго засекречена. И я серьезно хотелось туда съездить и вернуться до того, как кто-нибудь это заметит. Но какой-то предатель слил информацию о том, что я там нахожусь. Счастью, после тщательной проверки мы нашли его. Это был я. Я приношу себе извинения. Я вынужден перед собой извиниться. Я написал об этом в Твиттер. И я никогда больше не буду себе доверять. Вот тут я на фоне Питерского Зимнего Дворца, или как они его тут называют, Царь Элейго. Намек на гольф-клуб Трампа Мар Элейго. И когда я был в Санкт-Петербурге, меня пригласили на российское вечернее ток-шоу Вечерний Ургант. Его ведет очень талантливый Иван Ургант. Я полагаю, что Иван на русском означает Джимми, но не уверен. Но для тех из вас, кто не знаком с российскими ночными телешоу, они могут показаться довольно экзотическими. Белый мужчина, ведущий, выступает с юмористическим монологом, затем садится за стол и берет интервью у знаменитостей. Каким-то образом это работает. И когда я беседовал с Иваном, я случайно умышленно выдал новость. Я здесь, чтобы объявить, что подумываю выставить свою кандидатуру на президентских выборах в 2020 году. И я подумал, что можно обойтись без посредника и самому рассказать об этом русским. И если кто-то захочет войти в мою предвыборную кампанию неофициально, прошу, дайте мне знать. Теперь все, остановите, остановите на этом моменте. Мы покажем эту чертову штуку целиком чуть позже, в течение нашей недели российских шоу. Давайте сразу внесем ясность в этом маленьком отрывке, я сказал лишь, что подумываю об участии в выборах. Если я приму решение участвовать, то, естественно, я не стану просить россиян помочь с моей предвыборной кампанией. Ясно? Я бы поручил моему зятю попросить их об этом. Он бы использовал... Тып, 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 привет, Москва! Москва, я на связи! Но я хочу сказать спасибо всем людям, которые мы встретили в России, начиная с агентов правительства, которые каждый день ходили за нами по пятам, до актеров массовки из Джона Уика с руками в татуировках, которые дежурили в вестибюле. Один из этих мордоворотов даже стоял у меня прямо за дверью. Поэтому я бы хотел поблагодарить нашу фармацевтическую промышленность за то, что помогало мне спать ночью. Как и президент Трамп, я не могу подтвердить или опровергнуть существование каких-либо других записей того, что я делал в России. Я лично не делал никаких подобных записей, но я уверен абсолютно, что их сделала моя команда. Озвучил большой плакс. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Удачи!